здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас речь пойдет о социальной помощи и у нас в студии сразу два представителя организации которые так или иначе заниматься тем что помогает в тех или иных вопросах которые мы называем социальными и масса вопросов которые поступают конечно же все что касается социальных пособий и прочих выплат и просто каких-то государственного участия в нашей с вами жизни все это естественно регламентировано но при этом это тоже живет не какой-то такой закостенелая жизнь а все это меняется видоизменяется и поэтому на том этапе на котором мы сегодня относимся к тому времени мы попытаемся в этом разобраться и у нас в студии представляю вам двух наших гостей гости татьяна афанасьева главный специалист эксперт централизованной клиентской службы государственной поддержки семей имеющих детей здравствуйте татьяна и екатерина гришина заместитель руководителя клиентской службы люберцы котельники начнем с того что но тема детей то у нас главная тема да я так понимаю что сегодня и те кто имеют детей кстати те кто планирует детей они естественно внимательно включают свое так сказать внимание усиливают чтобы понять что происходит ну и мне любезно коллеги так как они работают все-таки в структурах где все к цифрам привязано предоставили некую информацию отталкиваясь от которой мы будем задавать вопросы вот например значит слово выплата такое волшебное ежемесячная выплата в соответствии с федеральным законом осуществляется до 5 декабря 2023 года единое пособие согласно федеральному закону по заявлению от 10 января 2003 года назначена с первого в общем есть какие-то изменения женщина обращается с заявлением на получение ежемесячной выплаты в соответствии с федеральным законом уже другой цифры значит в чем смысл есть территорий территориальный орган который принимает решение и как понять что этого о каких выплатах идет речь и что-то поменялось в этих законах то есть они все по-разному или раньше выплата была одного в одном месте теперь в другом как это работает но часто такой вопрос задают потому что были внесены поправки с нового года поэтому этого нового года с этого нового года поэтому то что вот вы зачитали вопрос это наверное очень достаточно популярный сейчас вопрос тут очень важно знать с какой даты женщина подала заявление вот если она подала тогда в том году нет тут именно в этом году в этом году как какая дата там вопросе не указал вопросе какая дата ну вот значит 18 января то есть уже в новом нам вот в новом году 18 января потому что это очень важно таким образом я отвечу что ежемесячно денежная выплата назначенная сад соответствии с федеральным законом номер 418 прекращена как правило у всех с 1 января 2023 года до на основании статьи 1 пункта 3 федерального закона 475 о внесении изменений в федеральный закон о государственной поддержке семьи имеющих детей и о изменении во второй закон ежемесячной денежной выплаты семьям имеющих детей соответственно вот эти две выплаты ежемесячные выплаты единое пособие будет назначаться с января этого года по двум федеральным законам это закон 81 и федеральный закон 256 но при условии того как вот вопросе звучит что если заявление на 18 января которая подала женщина будет удовлетворительно вот я все равно до конца не все понял но давайте разбираться что-то вообще такое семьи имеющие детей это один ребенок это 2 это 2 3 на каждого на каждого до трех лет до трех лет то есть одно ежемесячное да на выплаты выплачивается из материнского капитала другую как единое пособие хорошо единое пособие давайте сначала с единым пособием материнский капитал всегда такое приятное словосочетание мы его оставим чуть-чуть стороне счет и так если мы предположим что мы берем такую семью где есть два ребенка которые оба претендуют на полы но не ребенок семья пол за это получает возможность получить извините за тавтологию распределенные пособия то начинается какая-то глобальная проверка то есть просто как она проходит заявление о назначении пособия под это в программный комплекс дальше система рассылает запросы по органе по ведомству налоговая гаи фмс социальный фонд и в зависимости от того какие сведения поступают рассчитывается доход имущества и мы определяем малоимущие эта семья либо нет и соответственно могут они претендовать на выплату в размере 100 процентов либо 75 процентов 100 процентов это и установлены да это прожиточный минимум на душу населения которые в субъект в данном субъекте рф установлен то есть грубо говоря если я молодая мама а папы нет по каким-то причинам да ну или даже если папа если мама есть ладно сделаем все хорошо было они могут подсуетиться и на момент подачи документов как бы но там сработают и еще что-то и все выплаты положены малоимущим схеме малым еще то есть что подразумевает под собой малоимущая семья это как семья которая работает папа мама рада но у них маленький доход соответственно есть у нас категория семей которые являются многодетными опять же это должно быть официально подтверждено органами социальной защиты не должно быть удостоверение многодетной семьи в их случае есть право одного нулевого дохода то есть если семья многодетная то они три ребенка три ребенка да и они прописаны в одном месте с одним родителем хотя бы так ну не важно главное что папа мама есть все официально свидетельство рождение все то есть чтобы мы видели что удостоверение многодетности соответственно тоже должен быть прописан и папа и мама и все трое детей тогда у них будет право одного нулевого дохода то есть один из родителей может не работать понятно то есть если мы говорим об обычной семье они о малой мощи они же тоже имеют право на эту же материнский капитал так я понимаю или тоже они имеют право на какие-то выплаты от государства какие 7 обычная семья но которые у нас в принципе у нас епм тоже малоимущим 7 полтора выплачивается из материнского выплаты из материнского капитала она тоже положено малоимущей семьи хорошо вот еще вот вопрос который подготовили наши коллеги подлежат ли учету при расчете среднедушевого дохода семьи ежемесячной выплаты произведены в соответствии с идеальным законом за прошлые периоды в отношении второго ребенка на которого подается заявление о получении ежемесячной выплаты а дело в том что согласно подпункту а пункта 29 правил 133 при ежемесячной выплате при назначении следующем году а в доход среднедушевого среднедушевого доход семьи не включается прошедшие выплаты на данного ребенка в отношении данного ребенка по новому заявлению понятно хорошо ну екатерина давайте мы продолжим все-таки хочется понять кто на что претендует а есть вообще семьи которые не вообще не претендуют все-таки материнский капитал на же он на всех рассчитан и объясню люди которые не связываются с этой проблемы у них возникает такая ну может быть идеалистическая картина что вот ребенок родился ему дали деньги второй ребенок родился дали 3 далее какие такие суммы уже кажется и появляются рассказы о том что некоторые прямо готовы рожать 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 чтобы было больше вот этой потеряли материнского капитала ну и мы знаем историю до под до судебных которые происходили с неправильным скажем так кто вообще имеет но материнский капитал это немножечко другая выплата это действительно выплата положено гражданам р.ф. то есть мама должна быть все гражданка российской федерации детки должны быть гражданами российской федерации сейчас у нас если раньше материнский капитал выплачивался только по рождению второго ребенка то сейчас если у новоиспеченных родителей только первый ребеночек мы на первого ребенка тоже уже там разница в сумме ну конечно надо и опять же от дохода семьи вот а универсальное пособие она исключительно только положено малоимущим семьям то есть не работающие граждане это немало даже вот они вообще не могут претендовать то есть у нас а это именно работающие но которых до доход и так далее как тогда еще раз давайте вот по поводу оформления тут очень такой важный момент потому что опять же документы ваши коллеги были у нас да например как-то собирают люди например за получать ну может быть не знаю специально или случайно или не специально маленькую зарплату и вроде бы подходят под все ваши законы но при этом у них есть автомобиль у них из дача у них есть я не знаю там трехкомнатная большая квартира это как-то учитывается а значит малоимущая семья значит два автомобиля может быть только у многодетной семьи то есть у обычной малоимущей семьи может быть один автомобиль одна квартира и по моему один ну вот дачный участок то есть вот так чего роскоши быть не должно а две машины это уже русский это только положено но многодетной семье это проверяет теле на пире нам нам у нас есть система межведомственным межведомственная документооборот то есть в системе запрос ушел в гаи нам гаи дает ответ что да на этой семье числится столько-то автомобилей бывает такое что семья уже продала один автомобиль у них по факту один автомобиль а гаи нам все равно присылает что нет вот на них числится там на папе например два автомобиля тогда они нам должны предоставить документ из гибдд подтверждающий снятие с учета данного автомобиля ну то есть немножко подсуетиться чтобы быстрее потому что система не всегда идеально и получается так что любая любое ведомство где-то может какой-то сбой произошел и нам пришли там из ложные сведения соответственно человеку отказали заявителю заявитель пришел к нам соответственно заявителю ругается он не правда не правда не потому что в отказном решении там прописано что отказ на основании по причине того то то вот это вот причине того что у вас там две квартиры три машины нет это неправда мы ему предлагаем а предоставить нам сведения хорошо давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу напомню что программа открытый диалог у нас сегодня представители социальной службы с которыми мы разбираемся договор сложных перебить их назначение всевозможных пособий прежде всего конечно речь идет о детях но дождемся продолжение еще выясним некоторые темы напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях татьяна афанасьева главный специалист эксперт централизованной клиентской службы государственной поддержки детей семей имеющих детей и екатерина гришина на заместитель руководителя клиентской службы люберцы котельники вот еще возникает такой любопытный вопрос момент перерыва его неожиданно начали обсуждать татья вот ну так жизнь наша устроена что иногда несовершеннолетняя девушка может стать мамой данный час не рассматриваем вопрос может быть какого-то там почему это произошло но так или иначе кто за нее может она сама может подавать какие-то документы или родители или как какие-то люди которые назначены права имеют да я поняла у нас бывают такие случаи они случаются не часто но бывает когда человек стал будучи мамой не сверх пребывая несовершеннолетним возрасте другом законодательном так сказать здесь нужно учитывать конечно семейный кодекс там где человек если стал родителем но не достиг 16 лет то над их ребенком устанавливается опекун до соответственно этот опекун если он уже имеет такие полномочия он также может обратиться за ежемесячные выплаты до того момента пока несовершеннолетние станет сверху на леда и вступит в право такие случаи тоже опеку на на как правило мама да получается ли бабушке ситуацию всех разное разного конечно это как законы представители опеку на кем он будет тетей но приходят вот даже вот видите в таком варианте государства понимая даже эту всю сложность там конечно коллизии всякие могут происходить и суды наверно могут быть но тем не менее тоже идет по принципу все-таки предоставление какой-то помощи этой семье пускай и через опекунство через каких-то людей которые вправе принимать взрослые решения вот хорошо давайте мы еще поговорим военная служба у нас сейчас такой да а сложный вот вопрос и значит призыв и многие переживают включается ли он состав семьи для подачи заявления на единое пособие потому что она даже выйдя где-нибудь на улицу в той же москве мы видим сейчас плакаты на которых написаны какие-то невероятные суммы оплата так сказать труда военного может это помешать или как-то повлиять на выплаты нет в случае если папа по призыву находится на службе воинской а то он на состав семьи не включается и его доход при расчете среднедушевого дохода не учитывается правильно это сделано для того чтобы но мы как бы на дополнительный такой услуга со стороны мамам и так тяжело как бы поэтому да вот еще один вопрос который тоже сформулировали но такой вот среднестатистический ребенок родился 15 декабря 2022 года надо понимать что у нас вот год 22 23 здесь есть определенная такая граница мама работает и не хочет оформлять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет по месту работы это бывает потому что женщина не хочет терять может быть какое-то место которое ей нравится имеет ли право отец не работающий до подать заявление на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в социальный фонд россии а также заявление на единое пособие на этого же ребенка вот пособие о котором мы говорили и будет ли семья одновременно получать эти две выплаты потому что любой семье хочется не одну выплату ответ от силу тут и так рассказывать значит в случае если мама официально трудоустроена так ушла в декрет ну вот сначала она уходит в больничный у меня сначала больничный по беременности родом то есть ребеночек родился ей единора единовременную по выплату по рождению ребенка может выплатить только работодатель а уже ежемесячное пособие до полутора лет мамам то есть папа пришел принес с маминой работы справочку что им ей работодатель не платит эту денежку и тогда уже социальный фонд да может папе назначить при том что папа не работает может назначить выплату по уходу за ребенком а вот такой вопрос я помню еще даже в позднее советское время в ранее российское время а некоторые семьи там для того чтобы чего-то добиться разводились но чисто как это уже развод такой если папа с мамой в данном случае разведутся они смогут как-то увеличить бюджет папа все равно по факту у ребенка есть он есть свидетельство рождения а то что родители в разводе это другой вопрос но это как-то может повлиять на выплаты то есть лучше этого не делать а жить как хорошо окей еще такой вопрос просто ну такой литературный татьяна а были ваши случаи когда там пять детей шесть детей какие-то многодетные семьи да конечно особенно как-то сейчас их очень стало много это видимо в связи с тем то что у нас сейчас гражданство да получается много людей с ну с присоединением республик соответствующих поэтому там короче рост есть да вы наблюдаешь конечно конечно особенно вот с января 23 года поэтому здесь не исключено два три и более детей понятно но это наверно хорошо то есть раз это такие идут заказы то есть государство вроде как помогает пытается и в каком-то смысле да говорит остальным что да давайте вы тоже хорошо следующий вопрос если средний душевой доход семьи равен прожиточному минимуму вот этой самой загадочной фразе для многих прожиточный минимум в регионе откажут в назначении единого пособия назначение единого пособия могут отказать если средний душевой доход превышает хоть там на 10 рублей хоть на рубль если превышает тогда да тогда это сто процентов отказ если мы в рамке вписываемся по прожиточному минимуму то есть это мне нужно идти к работодателю говорит сними с меня лишних 10 рублей официально русская сними с меня 10 рублей потому что 10 рублей не дают мне возможность все равно мы будем брать доход предыдущий но надо подождать то есть сколько три месяца а вот надо мы берем сейчас так какие уже стоки на год то есть мы месяц предшествующей подачи заявления не рассматриваем а дальше 12 месяцев 15 месяцев то есть должен человек получать ниже прожиточными тогда вы можете вы выплату ну вот вот опять же с одной стороны вроде все хорошо с другой стороны когда в детали в даешься и люди готовы ждать вот это все время да и пока не не туда улучшение в этом хорошо еще такой вопрос если супруг работает по гпх но знаменитый наш такой то ли договор но это я так шутя говорю будет ли это учитываться как доход но это какая такая временная история неважно это официальный доход работа по гражданскому правовому по договору гражданскому праву характера это такая же официальная работа не также платится налог это доход и он конечно же будет учитываться в расчет среднодушевого дохода и самозанятые тоже такая история или это немножко другая с самозанятыми вообще все как-то совсем по-другому сейчас самозанятые может во первых они по другой налог платят вообще какой захотели такой платят хочу 250 рублей плачу хочу 3000 хочу 5 ну соответственно мы же понимаем что это меньше конечно очень сильно который очень сладко меньше до чем прожиточный минимум и конечно самозанятым назначают они должны предоставить нам справочки определенные о доходах и получает татьяна еще вам такой вопрос вот какой-то же контроль осуществляется вот но например меняется 7 потом там важно что еще помню всякие прописки переписки человек может куда-то уехать переехать а выплаты продолжаются либо вот те выплаты которые назначены они в любом случае дойдут до потребителя на тот срок на который они назначены они в любом случае дойдут потому что сейчас это все очень хорошо контролируется программы право это все автоматически до происходит если выплата прекратилась по достижению там какого-то периода до возраста или период программа автоматически прекращает выплату ну и сбоев если сбой происходит идет может быть такой сбой что где-то что-то нет не поставили галочку и не получают человек или но это даже если такое случится мы сразу об этом узнаем сразу об этом то есть все под контролем невозможно просто да то есть лишний рубль никуда не денется вот еще такой вопрос учитывается ли в составе семьи ребенок 20 лет ребенок значит обучающийся научной форме но при этом трудоустроен такой сложный вопрос я сам преподаю поэтому студенты такая особая структура там и до 20 лет еще есть до когда тратится еще на обучение мы знаем что одни студенты работают уже зарабатывает кто-то зарабатывает ну что называется в темную кто-то может быть трудоустроен официально как вот это работает из подошел лишь у нас вообще сейчас молодежь до 30 лет же продлили теперь у нас но у нас ребенком считается гражданин если он очно обучается до 23 лет соответственно он будет если ребенок до 23 лет точно обучается так он входит в состав семьи то есть мы его будем полностью независимо от дохода да и тогда получается что вы в какой-то степени помогаете ему тут идет речь о том что ведь есть студенты которые бесплатно учиться но по бюджетнике да то есть мы предполагаем что это может быть либо отличник либо тоже из проблемных каких-то семей которые по какому-то может быть другому пути пришли либо если ребенок до 23 лет как вы сказали платят мы же не знаем он это платит или родители за него платят то тут как уже здесь доход же у них есть какой-то получается раз здесь именно вопрос о том он трудоустроен то есть ребенок сам учится и он же трудоустроен вот если ребенку 18 лет ребенок не учится все он от этой семьи ой не учится не работает то есть ну как бы все 18 лет он как бы мы его я не берем а если ребенку 20 лет и он трудоустроен он ребенок он до 23 лет он очень учится он еще ребенок этой семьи и он работает и его доход будет идти в расчет sdd понятно ну вот надо все учитывать мы по главным подходим к финалу последний вопрос уже исключительно даже не профессиональные а просто как бы со стороны насколько сегодня система но вы постоянно следите за законами за изменениями насколько по вашему мнению она гибко относится ко всем изменениям потому что ведь государство с одной стороны должно помочь другой стороны не должна допустить какого-то мошенничества до со стороны людей которые хотят воспользоваться какими-то возможностями вот татьяна как вы считаете насколько сегодня программа это работает но я считаю то что настолько сейчас стало все прозрачно, что здесь куда-то отойти в сторону и что-то не заметить. То есть вы тоже все время под проверками. Конечно, конечно. То есть я вижу даже, как клиенты наши, которые приходят, насколько они уже уверены в своей правоте, что здесь им окажут помощь. И мы уже работаем по тому принципу, что каждый человек, который пришел, мы его обслуживаем, и никаких нареканий нет. Что вы добавите к тебе? Ну, не зря. У нас все эти системы... Мы работаем с ведомствами, да, то есть у нас все это проверяется. Сейчас практически ничего не делается, ну вот, чтобы на счетах сидеть, считать. Да-да-да. То есть все поражено? Да. И есть мы, а у нас есть еще вышестоящие организации. Соответственно, они если что-то где-то, все это перепроверяется. Все, что делается, все перепроверяется. То есть копейка не упадет лишнее. Человек даже сам это заметит. Он быстрее нам об этом скажет. Хорошо. У нас обычно так бывает. Ну что ж, спасибо огромное. Вот такие молодые сотрудники социальной службы, которые помогают вам в трудных ситуациях. Это Татьяна Афанасьева, главный специалист-эксперт централизованной клиентской службы государственной поддержки семей, имеющих детей. И Екатерина Гришина, заместитель руководителя клиентской службы Люберцы Котельники. Спасибо большое, что вы пришли. Вам спасибо, что вы получили. Трудные, мы разбирались, но в любом случае будем еще встречаться и обсуждать эти темы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова